Мы понимаем, что в течение ближайших дней ситуация должна улучшиться, потому что мы вчера попросили Росводоресурс, они снизили сброс воды, сегодня мы должны ощутить первые, и вот сегодня завтра. В понедельник мы еще раз договорились встретиться, если мы увидим положительно динамику, мы дальше еще продлили. Я специально пригласил Игорь Владимирович, это первый зам, руководитель администрации, вы все-то не ходите, вы сидите, проедьте сейчас, Раслан Николаевич еще, и мы тогда сформируем вечером те вопросы, которые нужны технически и технологически выслать. Игорь Владимирович, там техника сейчас работает, основная проблема в том, что в центре вода поднимается, значит, в инвеске эффекты не дают, ну, потому что они подтирают, да, там невозможно. О чем говорят, что там есть дорога, да, которую, если мы сделаем атакулом, то на часть воды сможем сбросить. Дорога проходит на территории района, я технику отправлю, чтобы мы ее прокололи, но эффекта, ну, вот быстрого, там все равно не получится, потому что там в центре получилось, ну, вот так. После отсыпки болота она получилась выше, и сейчас вся остальная территория ниже, то есть они болото, когда засыпали, подземные воды даванули, то есть ей деваться некуда, и она пошла одна в одну сторону, другая в другую сторону. И вот именно этот Иркутный плеск получился, как дамба, посреди, между селивальником, который старый, садоводством, стоит потом Иркутный плеск и естественные болота, которые были уже правее, то есть у нас они поступают в роли дамбы, в воде не продевают. О, так, коллеги, мы сейчас все проверим, посмотрим, кто там что-то не высыпал, мы в понедельник этот вопрос еще раз рассмотрим, от вас нужно один, ну, два человека, которые участвуют в нашей встрече. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова